Сегодня, иншаллах, вкратце биографию расскажем про имам Ахмад бин Хамбаля. И хотелось бы перед тем, как это рассказать, напомнить нам об его жизни. То есть мы всегда слышим имама Абу-Ханифа, имама Ахмад, имама Шафия. То есть великие ученые оставили такие труды после себя. То есть умма, исламия пользуются их трудами. Однако хотелось бы обратить внимание и посмотреть, как они вообще провели свою жизнь. И как они требовали знания, как они изучали ислам. Тем самым провести такую параллель, на сегодняшний день очень много обмана касательно ислама. И человек думая, не думая, приходит ему, Исмаевская, приходит ему какое-то там сообщение на WhatsApp о религии. Он даже не понимает, что там написано, пересылает другим, тот пересылает другому. И, прочитав два-три сообщения, одну-две брошюрки в интернете, считает себя ученым, алимом, который может давать фетвы, который может говорить, это халяль, это харам, это куфр, это ширк, это беда, этот прав, этот неправ, за этим молись, за тем не молись. То есть у него такая болезнь появляется в сердце, он себя считает большим ученым. Однако давайте посмотрим, как большие ученые, как они себя вели и как они требовали знания. И мы отсюда возьмем для себя позже. Ахмад бин Хамбал, имам ахли суннаты фи замани. Он был имамом ахли сунны в свое время. Исмуху, его имя, у него было Кунья, Абу Абдуллах. Отец Абдуллы и старшего сына знавали Абдуллах. Его имя Ахмад, ибн Мухаммад, ибн Хамбал, ащибани. Его так звали. Тут же сразу характеристику от имама Шафиа. Что о нем говорит имам Шафиа? Хараджту минал Ираки, ва ма таракту раджулен афдалла, ва ла альама, ва ла аураа, ва ла атькаа, мин Ахмад бин Хамбал. Это тазская как бы характеристика от имама Шафиа. Я ушел, оставил Ираак. И оставил человека, мужчину. Не оставил кого-то лучше, более знающий, более богобоязнен, чем имама Ахмад бин Хамбал. Это характеристика такая от великого шейха и ученого, основателя мадхаба, имама Шафиа. Другой его учитель, Яхья бин Маин, сказал, Были такие качества в имам Ахмаде, я не видел такие качества других ученых, сказал Яхья бин Маин. Яхья бин Маин много ученых видел, то есть встречался со многими учеными, но, однако, отдельную такую характеристику дал имам Ахмаду, что подобно его я не видел такого ученого. Потом сказал Кана Мухаддитам, Кана Хафидам, Кана Алиман, Кана Захидан Вариан, Ва Кана Акила, он был Мухаддитам, то есть знал хадисы, был хадисоведом, был Хафидам, был Алиман, ученым, был аскетом, был богобоязненным и был Акиль, был очень разумным, рассудительным. Родился имам Ахмад в городе Багдад. Это именно название Багдад еще было до арабов. Однако Абу-Джафр Мансур назвал этот город Багдад дару ассалям. То есть там правили правители Аббасито, Ибану Аббаса. Он родился в городе Багдаде в 164 году по хиджри в месяц Раби-Аль-Авваль. Его отец умер, когда ему было три годика. Вырос сиротой. Его воспитала мама. Умер в пятницу. В 241 году по хиджри в Раби-Аль-Авваль. Тоже вместе с Раби-Аль-Авваль. Ему было 77 лет, когда он умер. Здесь посмотрите, какая параллель с пророком Мухаммадом. Подостоверным источником. Посланник Аллаха родился в Раби-Авваль и умер тоже в Раби-Аль-Авваль. Имам Ахмад родился в Раби-Авваль и умер в Раби-Авваль. Имам Ахмад вырос ятимом, сиротой. Пророк тоже был сиротой. Всевышний Аллах сказал в Коране, не застал ли тебя Аллах, ведь тебя Всевышний Аллах застал сиротой и приучил. Имам Шау-Ки сказал, О, Мухаммад, ты упомянут в Коране, как сиротой от почета к тебе. То есть, Аллах Субхану Таля почтил тебя, то, что упомянул сиротой. И как, то есть, он с восхищением сказал имам Шау-Ки, как дорог тот жемчуг, который скрывается в сироте. То есть, что имеется в виду? Когда сироту погладишь по голове, какую награду берешь? А что же, говорит, когда ты к нему хорошо относишься, когда, то есть, в нем есть качества такие в сироте, которые нету в других людях. То есть, в первое время имам Ахмад брал знания от Абу Юсуфа, от самых известных из учеников имама Абу Ханифа. Это была Мадраса Тур-Ра'и. Мадраса Тур-Ра'и, то есть, использовал часто киясь, сравнение одной вещи на другую вещь. Например, сравнение, такой был напиток, набид. В нем есть присутствует алкоголь, одурманивающая. Но, однако, не сказано в Коране четко, что запрещен вам набид. Сказано хамр. И вот именно набид, вот этот напиток, сравнивается на хамр, то есть, по запрету. Также, например, если человек умер, от него можно делать садака. Фукага, те, кто используют Мадраса Тур-Ра'и, они делают киясь, сравнение хадж за мертвого, как на садака. И это ему принесет пользу, и это ему принесет пользу. То есть, опять же, посмотрите, в Ираке, в Медине больше было распространено Мадраса Тур-Хадиз. То есть, брали хадиз и все, и не использовали киясь, не использовали это сравнение. Однако, в Ираке народ был больше мунфатихин, больше у них было как бы открытое, больше какие-то у них, даже на сегодняшний день, посмотрите, они отличаются от других арабов. Например, какие-то новые приходят вопросы, новые технологии, которые не было, этих вопросов еще во время пророка Мухаммада, саллаху алей-салям, здесь используют фукагар, кияс, сравнение одну вещь на другую. Даже до нашей эры, во время Ибрахима алей-салям, когда Аллах его послал, первый он где был? Маутанин-Ирак, он был в Ираке. В то время уже люди поклонялись как бы не одному идолу, кто-то поклонялся звездам, кто-то поклонялся луне, кто-то поклонялся солнцу. И тогда уже было мышление, такое разнообразие у народа. Однако имам Ахмад оставил эту мадресу, потом брал знания в Мекке, в Медине, в Куфе, в Басре, в Йемене, в Шаме. И там собирал хадисы от пророка Мухаммада, саллаху алей-салям. Акада ла-Илма мин Яхья бин Маин, ва Исхак, ва Шафи'и. Брал знания у Яхья бин Маина, в Исхака, у имама Шафи'и, ва гайрыхим. Акада л-фиqха мин а-шафи'и. Фикх он взял в основном от имама Шафи. Имам Шафи был учителем имама Ахмада по фикху. Даже когда он умер, нашли два письма, рисалатейн, ламмаду шафи'и л-кадима ва л-хадисы. То есть старый шафи'и, ты новый. Так упомянул имам Аль-Хафид ибн Касир в книге Аль-Бедая ва-Нихая. Имам Шафи'и сказал ему, я Аба Абдаллах. Еще одна характеристика от имама Шафи'я, то, что он мухадис, то, что Ахмад бин Хамбель великий ученый, в вопросах хадиса. Я, Аба Абдаллах, иза саха индакуму хадис, фаалимни бихи азхабу илейх. О, Абу Абдаллах, кунья, имама Ахмада. Если у вас есть достоверный хадис, скажи мне о нем, я пойду туда, чтобы взять этот хадис. Книга, даже вот есть сахин Бухари, сахин Муслим, касательно хадисы, которые собрал Ахмад бин Хамбель, называется Муснет. Муснет Ахмад бин Хамбель. Там собрано актер мин салатин альфа хадисов. Собрано больше тридцати тысяч хадисов. Абу Зар'а сказал о нем, То есть он не видел из ученых хадисов, Абу Зар'а сказал, я не видел из ученых в области хадисов, чтобы знали больше наизусть хадисов, чем Ахмад бин Хамбель. Некоторые ученые считали имама Ахмада только мухадисом, не считали его фақихом, не считали его ученым в области фиқы. Например, имам Аль-Тахавы, имам Аль-Табари, имам Аль-Газали говорили, что он мухадис, но не является фақихом. Умар Аль-Ашкар, рахмаху Аллах, отвечает на этот вопрос, то есть когда ему был задан вопрос, является ли он фақихом или нет. Он сказал, что в нем есть знание фиқа. И здесь он как бы отвечает, раскладывая все по полочкам. Во-первых, Имам Шафи'и, когда оставил Ирақ, прийшел в Миср, в Египет, сказал, Я после себя не оставил ученого в Ирақ, подобного имаму Ахмаду бен Хамбана. И также сказал имам Шафи'и, Имам Ахмад является ученым восьми области знания. Аль-Хадис, сказал в Хадисе, Это фақих, имам Шафи'и говорит, он является имамом в вопросе фиқха, Аль-Луга, арабский язык, Аль-Кур'ан, Зухад, Фара'а, Сунна, то есть в Сунне, в аскетизме и второстепенных вопросах. То есть такую дал как бы характеристику ему имам Шафи'и, то есть он является фақихом, сказал. Я не видел, Абузар'а, сказал, подобное имаму Ахмаду разнообразие, то есть как у него было знание в разнообразных, в области знания. И подобное Ахмаду бен Хамбалу не было никого. Имам Абузар'а, сказал, я не видел более знающий вопрос фиқха и более богабайязн, чем имама Ахмада бен Хамбала. Вот тут здесь такое есть как бы красноречие в его словах, в словах имама Ахмада, Саида Ахмада. Я не видел более знающий, то есть более, чтобы наизусть знал хадисы, и при этом у него были черные волосы. То есть имеется, что здесь шарах. Когда человек сидеет, он уже стареет, у него память плохая. А тут он дал ему такую характеристику, даже если он уже стал более в возрасте, но он все равно как не посидевший ребенок в области хадисы, то есть все помнит, столько он знает хадисов, такая у него сильная память. И не видел более фақиха, более знающий в области фиқха и понимания религии, чем имама Ахмада бен Хамбала. Один из интересных таких, такая история была в его время, как он рассудил, опираясь на свои знания в области фиқха. Абул-Вафа бен Апиль, один из ученых хамбилистского мадхаба рассказывает про фиқха имама Ахмада. Один человек пришел, бывает иногда человек сам себе что-то наговаривает, да, там, давай я так сделаю, давай я так сделаю. То есть пришел такой человек к нему и сам себе сказал, то есть я сделал надзр, обещание Аллаху, то что если вот это вот это сбудется, то я пойду к Каабе и сделаю таваф аля арба, то есть и на руках и на ногах. То есть представляете, как животное, как даббе, на руках и на ногах делать таваф. На четвереньках-то. Здесь имам Ахмад бен Ахмад не хотел как бы его расстроить, чтобы сказал, не делай. В то же время он не хотел, чтобы люди увидели это и все бы делали бы так таваф, как животные. Аллах субхану тааля дал нам ноги, чтобы делать таваф, чтобы ходить, мы не животные. Но, однако, посмотрите, как разрешил вопрос имам Ахмад. Он что сказал, если ты хочешь делать на четвереньках, тогда сделай на ногах два раза таваф. То есть семь раз сделай таваф на ногах, потом второй раз еще раз сделай семь раз на ногах. Тем самым ты на ногах второй раз заменишь свои руки. И так оно разрешился легко вопрос. То есть какой был факир, то есть какой понимающий был в области фикха имама Ахмад.